Друзья, всем привет! Наконец-то наступила долгожданная зима и многие начали активно утеплять свои автомобили. Мне довольно часто попадаются на глаза качественно утепленные авто. А как вы помните, мы уже давно хотели протестировать такую доработку и узнать все ее плюсы и минусы. Ну а я-то знаю, где водители их берут, поэтому едем в секретное место за таким утеплителем. Опа, вот тут мы уже опоздали. Картонки зимой разбирают, как горячие пирожки. Не удивлюсь, если ими торгуют на авторынке. Вы знаете, много людей приписывают этой картонке столько полезных свойств, что все не перечесть. Это и снижение расхода топлива, и быстрый прогрев двигателя, и тепло в салоне, и не только. Поэтому давайте во всем разбираться. Немного порассуждаем. Как картонка может влиять на скорость прогрева двигателя? Ведь она тепло не вырабатывает, а лишь препятствует движению воздуха в сотах радиатора. Он, в принципе, и так холодный до рабочей температуры двигателя. Давайте это проверим с помощью тепловизора. Как ни странно, на температуре около 70 градусов верхняя часть радиатора все-таки теплая, где-то плюс 15. Но, как я думаю, это изменение связано с тем, что капот закрыт. Сейчас открываем капот и еще раз посмотрим. А вот тут радиатор становится холодным. То есть нам тепловизор показывал не температуру самого радиатора, а температуру подкапотного пространства. И, соответственно, эта область была красная. Но при температуре около 80 градусов верхняя часть радиатора все-таки стала уже теплой. Даже с открытым капотом. Поэтому от картонки должны быть все равно какие-то изменения. И давайте это проверим. В общем, сейчас будем замерять температуру подкапотного пространства. Для этого я установил там термодатчик. Ну а сам прибор, то есть у нас это будет мультиметр, я качественно закрепил к воздуховоду. Для того, чтобы оценивать температуру двигателя, подключаем самый простейший сканер. И сейчас поедем, прокатимся по трассе. Посмотрим, какая будет температура двигателя и подкапотного пространства. В общем, температуру стабильно показывает 78 градусов. Ну а под капотом у нас где-то 25. Скорость около 70 км в час. Ну, периодически разгоняюсь до 80. Едем мы уже достаточно давно. И температура держится стабильно на этом значении. Это очень мало, конечно же. И из-за этого будет перерасход топлива. Необходимо такую проблему устранять. Но для начала, я думаю, нужно установить картонку и посмотреть, поможет ли она вообще как-то решить этот вопрос. В общем, утеплились и поехали дальше. Да как так? Температура 87 градусов показывает. То есть почти на десятку мы ее подняли. Как мне сейчас вам в глаза смотреть? Я же вас отговаривал от такого девайса. Ну ладно, едем дальше, смотрим, что будет. Как только набрал скорость, температура тут же начала падать. И когда еще сильнее разогнался, где-то до 80, температура вообще упала на 81. Но в любом случае это выше, чем температура до этого, то есть без картонки. Соответственно, она хоть и на немного, но температуру подняла. То есть температура 81 так и держится. Даже уже скорость сбавила, она все равно такая же. А вот мы еще в городскую пробку сейчас встанем и посмотрим, что будет. В итоге, что происходит? Температура очень быстро поползла вверх. Вентилятор хоть исправляется, но работает очень долго. А при трогании с места возникает детонация. Вообще невозможно ездить в пробках. Двигатель очень плохо охлаждается с этой картонкой. Все-таки, думаю, стоит попробовать поставить новый термостат. Сейчас едем в гараж, побыстрому его установим и продолжим эксперимент. В итоге, после замены термостата температура в подкапотном пространстве стало около 40 градусов. Ну а температура двигателя стабильно держится 92. То есть, с заменой неисправной детали мы установили хорошую рабочую температуру двигателя, тем самым снизили расход топлива и подняли температуру в салоне. Вот и все. Из печки сейчас вообще адово горячий воздух дует. Даже ногти обжигает. И нет никаких рисков детонации и то, что мы скипятим двигатель в городских условиях. Ведь у нас все отлично продувается. Кто-то еще говорил про жалюзи. Якобы, если их с завода на машины ставят, значит, от картонки тоже будет польза. Но не путайте теплое с мягким. Ведь жалюзи при нагреве двигателя автоматически открываются, то есть, когда необходимо охлаждение. Ну а вы, я сомневаюсь, что выходите и достаете картонку в момент, когда включается вентилятор. Если вы этого не делаете, то от картонки будет больше вреда, чем пользы. Кто-то вообще забывает про нее и ездит до самого лета. Потом удивляется, почему двигатель так быстро устал. Есть еще специальные намордники и заглушки для бампера. Их, конечно же, можно ставить, потому что они находятся достаточно на большом расстоянии от радиатора и не мешают принудительному охлаждению. Вот такую мысль я хотел до вас донести. В дальнейшем, думаю, еще сделаем тесты автоодеяла, ну и других доработок, которыми занимаются водители в зимнее время. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и, конечно, ставьте палец вверх, если хотите видеть продолжение таких тем. Спасибо за внимание и пока!